Жители многоквартирных домов теперь будут платить за капитальный ремонт больше. С 1 января тариф увеличится практически в половину. И такая сумма за один квадратный метр сразу выведет Рязань чуть ли не в лидеры по стоимости. Мы проанализировали, как выглядит стоимость взносов в других регионах России. Пришли к выводу, что в Рязанской области даже сейчас действующий тариф 8 рублей 2 копейки с одного метра, он выше, чем у наших ближайших соседей. Ниже тариф во Владимире 6,50, ниже тариф в Тамбове 6,70. До самого дорогого региона Москвы, конечно же, не добраться. Там и сумма повыше, и качество жизни, и обслуживание. Министр ЖКХ ИТЭК Андрей Горелов и директор регионального фонда капремонта Марина Бондарева объяснили такой скачок цен тем, что, цитата, «увеличение тарифа будет способствовать выполнению программы и финансовой устойчивости областного фонда капремонта». Напомним, что на данный момент дефицит бюджета регионального фонда 4 миллиарда рублей. И одна из причин, по словам Андрея Горелова, это низкий тариф на капитальный ремонт. Рязанцы такой рост тарифа не поддержали. Это слишком много, конечно. Нам, пенсионерам, блин, это тяжеловато. Вы знаете, мы, наверное, не доживем, пока в нашем доме сделают капитальный ремонт. А такие деньги мы платим, что и зарплата маленькая, и пенсия маленькая. Поэтому я абсолютно отрицательна. Надо расходовать те средства с умом, которые есть. Вы знаете, от нас это не зависит. Поднимут, значит, будет платить. Пенсионерам нужно бросать все, уезжать в деревню, сдавать квартиру, потому что невозможно жить. Это у нас только лежит поднять, а не снизить. Все бы ничего, если у рязанцев опросы не вызывало само качество такого ремонта. Печатные телевизионные СМИ не раз делали репортажи о подобных случаях. Обращались в капремонт, звонили. Все, подрядчик вчера пришел вокруг, обошел и ушел. Ничего не делают. Уже месяц, наверное, не делают ничего. У всех течет. Вот у соседа обвалился потолок, у соседей треснул этот потолок. В том подъезде тоже течет. На улице Медицинской, дом 14, капитальный ремонт крыши так и не закончили. В результате в квартирах холодно и сыро. И деться от этого некуда. А на проезде Грибоедова в доме номер 5 капитальный ремонт провели. Потратили на это чуть больше полутора миллионов рублей. Это, конечно же, большой плюс. Вот только местами здание все равно не доделано. А что самое интересное, дом этот под расселение. Через 3-4 года здесь не останется никого. Капитальный ремонт всегда хорошо, когда что-то ремонтируется. Но если хотят сносить, зачем это делать? Если через 3 года обещают снисти, для чего это делается? Я не могу понять. Я считаю, что не имеет смысла просто. Это идет как бы отмывка денег и все. Или же на том проезде Грибоедова в домах 16 и 18 капитальный ремонт здесь, по словам жильцов, провели с горем пополам. Тянули со сроками. Ну нормально вроде все сделали. Не знаю, жалоба вроде нет. Я так думаю, что да. А там не знаю. На втором этаже что-то обваривалось, я не знаю. Основной вопрос, который интересует всех, повлияет ли увеличение тарифа на качество работ. Или все так и останется на прежнем уровне. Есть, конечно, примеры и положительные. Таких тоже хватает. Вот только они тонут в широко освещаемых случаях, когда люди живут в недостроенных домах и разваливающихся строениях. Не все горожане готовы мириться с повышением цены тарифов. Они проведут акцию под названием «Желтые жилеты». Это будет мирное шествие. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.